Приветствую вас, друзья! Меня зовут Кристиан Блэк, и мы продолжаем играть в Power. Я думаю, что это предпоследняя серия. Я могу ошибаться. Но... Нас ждет всего лишь один обряд. Наступает рассвет. Время проведения следующего обряда Хребет Гола. Затем вы вернетесь сюда, чтобы сразиться за последний шанс на свободу. Знаете, я думаю, что в последнем обряде за свободу будут новые ночекрылые. То есть старые ночекрылые. Как хотите это называйте. В общем, уралек с ИВО. Ну, вы поняли. Темнеет. Давайте надерем задницу этим змеем. Сорян. Хребет Гола, в котором мы так часто бывали. Давай, Бертруда. Старому пню я никогда не хочу уступать. Давайте искать реагенты. Болотная, видимо, Большая Бертруда. Многое знает об градиентах. Пусть такое не исключение. Пойдем славознатец. Оу. Я получил живое пламя. Если у Кострова владельца больше, чем у Кострова соперника, владелец наносит дополнительный урон. Бережно отложить в сторону. Нет. Пусть у Бертруда останется пробивание сквозь твердые предметы. Сейчас мы... А! Наверняка он будет орать, что Сэр Гилман покинул наши ряды. Ну, пусть поорет. Так или иначе, мы уже выполнили план, который я лично хотел. О, привет, ребят. Знаете, кто так тихо без этого маленького скользкого парня, который постоянно с вами приходил? Чистенько говорит вот так. Понимаете, о чем я? О, да. Надеюсь, я нашел ту штуковину. Часть или что ли? Который постоянно трепался. А то в продажу он еще не поступал. Вряд ли поступит. Кипа звездной пыли. Вау. Нам в целом ничего не нужно. Разве что потом мы... О, про амулеты. Помита. Все в порядке. Тизо, в принципе, тоже. Луногребень хорошая вещь. Ладно, давайте посмотрим, как он ведет себя с крылом. Хауба. Если не понравится, то используем луногребень. Давайте. Одинокий министрель встречается с новостями. Похоже, огненные еще не прибыли, сэр Чтец. Даже сэр Делиш не обвился. Их знак не начертан. Если ваши соперники не пришли, то, по всей видимости, обряд не сможет начаться. Однако, вскоре звезды показывают вам, что вы ошибаетесь. Ночекрылые. Это было быстро. Сэр Чтец. Содружество. Твой дом. Сегодня он охвачен пламенем, как истоп, как книг. Они начали. Охвачен пламенем из-за тебя. Из-за твоего странного плана. Но тебе все равно. Ведь тебе не придется вновь увидеть свой дом. Твои попытки совершить революцию не увенчают все успехом. Но продолжай пытаться, если пожелаешь. Там нет. Я просто продолжу следить за последние старшимся обрядами. Обряды должны начаться, но ваши соперники не явились. Крифу. Здесь интересно, придут ли огненные. Ведь у них не будет другого шанса на участие в обряде освобождения. Это правда. Обряды завершаются, и некоторые тряги, с которыми встречались ранее, могли решить, что им больше не зачем следовать зову свезд. Сэр Дилюш, вы думаете о том, что могло прийти ему в голову так отказаться от обрядов? Ему не достает храбрости, это точно. Однако желание править себя постоянно подталкивало вперед. В любом случае мы начали церемонию, должны ее закончить. Не понимаю. Давай. Тизо. Бертруда. 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 Сейчас. Хм. Нам не приносит удовольствие задувать бесхозное пламя. Ну, даже твои противники у вас заберут. Тизо. И это закончилось. Видимых соперников все равно Они потеряли надежду Это было несложно Еще все такие кислые Беспредельное учение книжников Это еще обряда Если он будет Это все теряет смысл Вернувшись с фургоном Никто не обсуждает только что завершенный обряд Вместо этого всех волнует этот обряд, который вам еще предстоит Хрум Не может поверить, что это ваш последний шанс Освободить одного из спутников Звезды всегда говорят правду Конец обрядов цикла наступил Он смотрит на вас Прошу, взгляни на небо, сэр Чтец Убедись в этом Ты можешь догадаться, куда мы отправляемся теперь Все остальные тоже поворачиваются к вам А вы поворачивайтесь к двери фургона Вы знаете, что вам предстоит увидеть Сейчас вам предстоит встретить это знание лицом к лицу Сглянуть на нее в последний раз С кем мне предстоит сражаться? Как я и думал Ора лег уже близко Они все отказались принимать участие Вероятность нашего успеха 85% Ора лег Мы будем сражаться с ним Неравными силами Водопад Салиама ждет вас для проведения седьмого и последнего обряда освобождения Так завершится цикл обрядов этого века Вы чувствуете, что если обряды начнутся снова, то это случится уже не при вашей жизни И даже не при жизни ваших спутников, сколько бы долг не был их век Дороги открыли вам еще одну вещь Вашим соперником в отряде станет Ора лег Он уже прошел сквозь фрота книжников и ожидает ваше прибытие Если 8 книжников создали ночекрылых по своему подобию Возможно, завершающая встреча ночекрылых со своим зеркальным отражением Это подобающий исход Жаль, что в конце нам предстоит встреча с Ора легом Наши цели никогда не должны были пересечься таким образом Я удивлен этим желанием книжников Сейчас, пожалуй, вам лучше отдохнуть до утра Восстановите силы перед предстоящим испытанием Спокойно отдыхать, чтец Все расходятся, падают усталости На расследовании вы отправляетесь к горе Алдриэль Чтобы принять последнюю попытку завершить выполнение плана и отправиться домой Кого? Никто не будет со мной говорить Что ж Глупый чтец Так называют вы друзья Ты лишь часть их злобного плана Нет, я в это не верю Да, конечно же, они используют меня Я знаю Напугал меня тем, что я знаю еще несколько часов назад Вы просыпаетесь после нескольких часов беспокойного сна Фургон готов к последнему перелету к водопаду Саляма Все молчат Мы уже ни с кем не столкнемся Когда вы поднимаетесь в небеса, одинокий министрель обращается к вам, игнорируя общее мрачное настроение Чтец Мне только что вспомнилась одна старинная баллада Я думаю, она может подойти к случаю Возможно, поможет нам скрадать время в полете Не будешь это возражать, если сыграть для Ночекрылых Разумеется Вы призываете одинокий министрель сыграть Свою балладу, чтобы все ее послушали Он тоже берет в руки летний О, да Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но сейчас ее мысли открыты для вас Узнать, что она думает Если вы только могли понимать друг друга без слов Похоже, Памита приглашает вас в свои мысли Вы остаетесь с ней Погружаясь в свое одиночество Чего же ты хочешь от меня, Атамита? Что вы просто убили их всех? Возможно, это докажет, что я верна тебе и нашим сверстам Возможно, мне стоит начать с первого попавшегося на пути В связи между вами обрывается И Памита открывает глаза и смотрит на вас Затем она улыбается и мило смеется. Видишь, дорогой чтец, мои мысли иногда бывают ужасно неловкие. Но не пугайся, я очень хорошо их контролирую. Однако мысли порой бывают так несносны, что мне не дается полностью справиться с ними. Она вздыхает и искусо смотрит на вас. Ты уже знаешь, почему я оказалась здесь с вами. Можно сказать, что мне не хватало целеустребленности Томиты и ее ревностного усердия. Она живет только для того, чтобы уничтожить ваше государство. И даже не только государство. Столетние конфликты порождают самые смелые желания. Особенно если причиной смерти, но что у твоих сестер стала сталь, выканная в содружестве. И примененная, разумеется, исключительность соображения милосердия. Я сама недолго смогла выносить бессмысленность всего этого действия. Полагаю, это сделало меня в некоторой роде парией. Я знала, что Томита когда-нибудь придет к гибели всех, включая себя. Поэтому, когда она в очередной собралась на свою важную миссию, я кое-что подстроила. Она, как когда ее поймали, ваш народ не сдержал своего обещания. Я знала, что такой риск существует, и все же пошла на него. Томите подрезали крылья, а потом сбросили сюда. Они назвали это милосердием, но я с ними не согласилась. И когда я начала спаривать ее приговор, то вскоре сама получила такой же. Она ненадолго замолкает. Я еще не решила, сошли ли я по всем, что я сделала. Но хочу получить прощение Томиты. Хочу, чтобы она услышала меня так, как слышишь меня ты. Тогда, возможно, она поймет, что наши народы похожи друг на друга больше, чем мне кажется. Иногда я даже не знаю, кто из них глупее. С этими словами, она выходит из фургона. Теперь я понимаю, за что. Пока. Сейчас стоит обучить спутника. Да-да. Тебя ли? Следующий уровень 1050, то есть я не смогу. Как и его. Ладно, очень хорошо. Попробуй нас чему научить. Плюс 1000. Увы, немного не хватило. Страх это товар, который можно доставать и обменять. Мы надеемся сохраним твои страхи. Нет, я не собираюсь в этой серии проводить обряд. Не волнуйтесь. Мы дойдем до врат. А когда войдем внутрь, то и закончим. Что? В этих заброшенных краях вы встречаете беса посланника, который привез вам последние месяцы новости и слухи с той стороны. Сэр Гилман. В этот раз бес приносит вести о сэре Гилмане, о том, что случилось с ним после освобождения водопада Саляма, где подошло к концу его добровольное изгнание. Узнаете, что его возвращение в Содру, что было встречено весьма радостно. И вскоре ему было присвоено высокое звание капитана заслона на границе крови. А она, как со слезами на глазу, он отказался от этой должности и заявил, что он больше не может сражаться с остатками лишних крылых. Затем он сбросил себе шлем. После этого связался с агентом Вольфруда и присоединился к революционерам, чтобы помочь в создании нового мира в Содружестве. Благодарите беса посланника за заставленные сведения и приветствуйте его. Так же браво, как бы это сделал Гилман. Вскоре весь фургон гудит от оживленного обсуждения новостей. Ах, стоило бы собрать по роли дым слезы, чтобы использовать для приготовления разных мазей. Уроженец морского доминиона сложил оружие по собственному желанию. Наждая его, я не могу не удивляться. Гха! Рад новостям о соотверженных поступках Гилмана. Да, он хороший парень. Похоже, благородный Гилман совершил поистине рыцарьский поступок. Наш план стал еще ближе к успеху, благодаря его вдохновляющему примеру и поддержке. Мы все получаем к надежде. Давай, если сделаем это. Но только на следующий день. Я смогу подождать до завтра. Ваш треп приближается к хватам книжников. Ранительница вратка всегда встречает вас здесь. Однако вы чувствуете, что что-то в ней изменилось. Изгнали ночи крылых. Мы больше не встретимся с вами после предстоящего обряда. По старикам удалимся на покой, я полагаю. Присуйся, Селеста. Я бы сказал тебе, что ночи крылые готовы. Но в этот раз я не уверен, что хотя бы один из нас чувствует себя готовым. У нас есть долг, который надлежит исполнить, Тарик. Что потом, Селеста. А потом ничего. Ни обрядов, ни нас. Пока не начнется новый век. А теперь, ночи крылые, выйдите вперед. Назовите свою имя и цель, с которой вы желаете пройти сквозь врата книжников. Я скажу. Помита Тейн. Я пришла сюда искать прощение своей кровотной сестры Помиты. Тамиты. Потому что она оказалась здесь из-за меня. Возможно, из-за всего этого еще выйдет что-то хорошее. Меня зовут Вольф Рацандал. И желаю прожить до того дня, когда свобода станет неотъелим и млевым правом каждого при рождении. Когда никому не придется сражаться за нее, как моим добрым друзьям. Нас зовут Большая Бертруда. Мы стремимся выполнить план Сандала. Ибо он нам нравится, как его убеждение. Потом мы пойдем по своим делам. Грехах. Тизо считает, что вы приехали наблюдать за ночью крылыми и стараться следовать их идеалам. Наконец, делайте шаг вперед. Вы простой странник, который хочет сдержать склятву и помочь друзьям обрести свободу, который прошел свой долгий путь вместе с этим отрядом. Хранительница врата обойдет вас взглядом и жестом приглашает войти через арку к вершине горы. Восемь книжников приветствуют ночи крылов. Ступайте вперед с честью. Только не ты, Тарик. Останься здесь. Я думал, что ты сказала. Обряды еще не совершились, Тарик. Вот сюда ты мне. Затем переводит взгляд на вас. Прошу вас прощения. Я буду на месте, когда сойдутся звезды. Могу не... Даже не верится, что все заканчивается. Вот так и должно быть. Вы поднялись на вершину горы Ладриэль в седьмой раз. Это последний раз, когда один из вас получит шанс покинуть нижний край. Запредельный кристалл взывает к вам. Привет, ребята. Думаю, вы же слышали важные новости. Да, я... В общем, я откажу. Дело, знаете, уже совсем не так, как прежде. Но из этих гасночих взводств, это все такое. Просто хотел сказать, что вы отличные ребята. Я буду скачать по таким покупателям, как вы, и все такое. Ну, если хорошие новости, сейчас все мои штучки действуют скидкой, я подкину к штучке только для вас, ага. Так что наслаждаюсь. Может, еще увидимся, ага. Теперь на все товары Рона Фалькон действует скидкой 5%. Отлично. Тоников бы добавил. Мне больше нечего сказать. Держи себе живое пламя. Оно мне не нужно. Приятно иметь с вами дело, ребята. Не забудьте рассказать про нас друзьям, лады? Лады. Он называет ко мне. Благодарю за визит, чтец. Прости, что не придет предела заранее. Я понимаю, что тебя ждут важные дела. Так что сразу перейдем к делу. Прошу, послушай меня. Я знаю, что вся эта история подходит к концу. Вся и для всех. Я чувствую, как слабевая связи, создавшие обряды. Это значит, что скоро стану не нужна тебе. Да что было не нужна тебе раньше. Но суть не в этом. Мои услуги тебе больше не понадобятся. Я бы рад сообщить тебе, что для меня это значит особое ждение свечного заточения. Для меня изобретельных так оно и будет. Они связаны более слабыми словами, чем я. Я думаю, что они исчезнут и наконец обретут покой. Однако я останусь здесь. Она прерывается на мгновение. У меня есть к тебе предложение. Я не знаю, куда ты отправишься отсюда, но... Я прошу, возьми меня с собой. Куда бы тебе ни предстояло идти. Хочу сказать, возьми с собой мою каменную темницу. Не оставляй ее здесь, как сделали все твои предшественники каждый раз, когда их путь с ночи крыло им подходил к концу. Вскоре запредельный кристалл не будет негоден ни на что, кроме того, чтобы держать меня в заточении. Представляете, в каком она отчаянии, если она просит меня об этом. Я согласен оставаться в нем, ведь у меня нет особого выбора. Но я предпочла бы твою кампанию. Если мне действительно нравится произвести то время, чтец, не самый удачный комплимент, но уверяю тебя, твоя кампания намного лучше вечности в одиночестве. Я не хочу наблюдать, как ты стареешь. Ведь мне самой не суждено постареть ни на миг. Но, по крайней мере, у нас будет еще сколько-то лет. Даже если их будет немного, когда они пройдут, я еще долго смогу их вспоминать. Но я не ожидаю, что выполнишь мою просьбу, мне хорошо известно, что не всегда внимаю твоим. Я хочу сказать, я желаю пройти себе свой путь после сегодняшней ночи и прожить свою жизнь так, как тебе понравится. Для себя. Пусти эти обряды придут тебе хоть какую-то пользу в будущем. Это прекрасное пожелание, Сандра. Спасибо тебе. И, раз уж мы заговорили о твоем будущем, если тебе кажется, что мне можно найти хотя бы одно скромное место для меня, то я просто прошу тебя взять меня с собой. Тогда сможешь зайти ко мне в гости, когда захочешь. Мне бы хотелось иметь такую возможность. Моя просьба довольно эгоистична, ведь я мало что могу предложить помимо своей кампании. Может, разговоры со мной помогут тебе быстрее засыпать. Кто знает, ты всегда можешь продать запредельный кристалл по выгодной цене, раз уж на то пошло. Кого-то непременно заинтересует этого вещица. Так вот, я рассказал свое маленькое предложение. Что скажешь? Почему бы и нет? Сандра доказала свои благие намерения. Вам не хочется с ней расставаться. Я не могу поступить иначе. Я понимаю эти чувства и я знаю, кто бы сказал точно так же. Вы в обе для меня больше, чем просто собеседники. Вы берете запредельный кристалл и прячете его в складках своего деяния. Сандра чувствует это удивленно и восклицает. Спасибо, чтец. Она не может найти подходящих слов, но затем продолжает. Идем, пора покинуть это место. Тебе пора встретиться с последним соперником. Надеюсь, ты сокрушишь его и добьешься желанного исхода. Я верю, что ты победишь. Он исчезает с камня на время. Я сохраняю его. Возможно, я смотрю на этот фургон в последний раз. Я готов. Что ж, друзья. Давайте здесь закончим эту серию. Следующая серия будет последней. Всем спасибо за внимание. И увидим, что нас ждет дальше. Всем спасибо за внимание. Всем пока.